В день 77-й годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков Российский центр науки и культуры стал площадкой проведения большой выставки. Общая память о событиях Великой Отечественной войны скрепляет еще больше духовную дружбу двух народов. Пройдя этот непростой путь вместе, им есть что хранить и есть что передавать. Очередная творческая экспозиция – это видение художниками-современниками образа войны. Да, может оно не столь достоверное, но искренность и чувственность присутствуют в каждой из представленных работ. Об этом нужно помнить, об этом нужно говорить. И сегодняшняя наша выставка, она приурочена, естественно, к памяти наших воинов-освободителей, к памяти защитников Брестской крепости, которая 80 лет назад сражалась и вынесла первую лепту в нашу общую победу, в память о тех, кто освобождал Брест в 44-м. Поэтому мы с удовольствием откликаемся на предложение инициативы общественных объединений наших ремесленников, художников, всех творческих людей, которые хотели бы поговорить на эту тему, тему исторической памяти, а также на тему наших общих, каких-то знаменательных дат, наших общих деятелей, искусства, культуры, литературы или исторических деятелей. «Память огненных лет» – большой творческий проект, инициированный представителями Белорусской ассоциации творческих людей и Клуба народного творчества «Наследие». Художники смогли собрать в рамках одного проекта столько ярких и при этом столько символичных работ. Здесь и образы седовласых ветеранов, и молодые герои фронта, смело и бесстрашно сражающиеся за мир, и те, кто сегодня бережно хранит воспоминания о тех непростых годах в своем сердце – внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны. Выставка посвящена всем нашим героям. Им наше уважение, наша любовь и наша память. В нынешней выставке приняли участие 11 членов Белорусской ассоциации творческих людей и Брестского городского клуба народного творчества «Наследие», а также два ремесленника. Традиционно рядом с работами маститых художников – полотна тех, кто делает первые шаги в живописи и искусстве. В этот раз творческими партнерами проекта стали юные дарования студии «Фанарт». Молодым людям также не безразлична память о войне. Она сегодня как связующая нить между поколениями. Выставка необычная. Писать тематические картины – это всегда сложно. Здесь нужно мастерство. В последнее время все больше художники пишут какие-то свободные картины, делают свободные выставки. Они, конечно, тоже нужны, потому что гамма, какие-то такие интересные композиции, новые подходы – они тоже радуют. Но, тем не менее, именно тематические выставки вызывают и вырабатывают в людях чувство долга, любви к земле, любовь к чему-то возвышенному. Люди начинают понимать вообще, что происходило. Открытие выставки прошло в формате небольшого праздника, в рамках которого были разыграны подарки – работы мастеров. Завершили программу выступления талантливых артистов Брещины. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.